Тем временем обсуждение концепции 2025 переходит в завершающую стадию. Рассмотрение всех предложений займет не один день, но промежуточные итоги уже подведены. Концепция развития НАО до 2025 года была предложена главой региона Игорем Кошиным в июле этого года. В ее обсуждении приняли участие как различные учреждения и организации, так и жители округа. Эта концепция, безусловно, вызвала такой очевидный интерес. Равнодушных, в общем-то, осталось немного. На сегодняшний день мы получили не одну сотню предложений, откликов, пожеланий, наказов избирателей. В стороне не остались деревни и села. Из 19 муниципальных образований округа предложения прислали 16. Больше всего жители периферии волновало благоустройство населенных пунктов, ЖКХ, здравоохранения и дороги. Ольга Каменева работала с поселком Искатели. За все время встречи поступило 700 предложений. Главная задача – это строительство здания новой школы. Проектирование строительства обрезной дороги. Что я уже сказала, строительство нового детского сада. Все подписные листы, конечно, мы просмотрели, сделали особенности и выводы. Я не задумываю, что более острые проблемы, конечно, они обладают концепцию нашего родителя, нашего города. Подписные листы с вопросами и пожеланиями дошли до адресатов. Все они не останутся только на бумаге. Каждая из них будет рассмотрена и по возможности внесена в концепцию. Утверждение стратегического плана развития округа запланировано на конец сентября. Моё предложение, вот эти все, в том числе и предложения от населения, которые к нам поступают, они должны быть доведены и до Игоря Викторовича, и до администрации округа, с тем, чтобы по максимуму они смогли учесть при формировании проекта окружного бюджета вот на эти три года. Если этого не случится, средства на реализацию предложений будут предусмотрены в последующие годы. Закир Вафин, Александр Дуркин, Телеканал Север.